Говори, насколько ты ему важна. Если ему семья не важна, то лучше разойтись. Мне кажется так. Не знаю. У детей у одного очень большой пенис, а у другого, наоборот, очень маленький. Я за это переживаю. Им сколько лет, во-первых. Во-вторых, сколько дали, столько и дали. Что теперь делать? Потом у детей, может, ты им по пять лет и сейчас судишь. Вообще не суди. Если делаешь парню приятное и вообще нравится это делать, делай. Здравствуйте, Михаил. Поэтому, как говорит мужа, уйдет родители или это бесполезно? Если мать там вампирша, она бесполезна. Она в него вцепится и не отпустит. Это нужно, чтобы свекровка наладила отношения со свекром. Если есть свекра, если он не убежал еще. Там, скорее всего, будет хорошо, если он убежал от нее. На каком свидании можно заняться сексом? Если есть химия, можно на первом. Если химии нет, то не нужно. Зачем? Вопросы? Нормальные вопросы. Мне нравятся. Когда надо дать, когда не надо дать. Потому что есть моменты, когда нет химии, ничего не происходит. Вы целуетесь, и холодно. Зачем тогда? Но если сработала химия на первом свидании, ну какого хрена тогда? Потому что второго может не быть. Ни свидания, ни химии. Поэтому нужно просто оторваться конкретно и все. Химия – это когда страсть вот эта, да? Ты ничего не можешь. Ты вот просто чувствуешь запах и просто как животное хочешь. Это и химия. А если этого нету, то не надо. Это чуть-чуть больше, чем страсть, конечно. Это, знаете, это ты когда вот на запах просто совпало все. Вот круто. После просмотра ваших химий поменялись отношения с парнем. Я стал более счастливым. Благодарю. Пожалуйста. А если есть химия, то сразу можно, потому что такой шанс нельзя упускать. Даже если потом не будет отношений, но во всяком случае был охуенный секс. А то, значит, он меня использовал. Как будто бы ты не кайфовала ее. Ты где была? В соседней комнате? Вовремя зашла, да. Привет. Это тут, знаете, вот вчера меня спрашивали, вот стоит ли заводить отношения там, как бы, если я его не люблю, а секса я хочу, и вот, но я вот у меня такая охуенная, вот откуда, кто вам это вот рассказал, я не пойму, да? Я хочу, как бы, я не хочу свою энергию сексуальную зря растрачивать, потому что я родилась не для того, чтобы вот просто так себя распылять, да? Но если ты не будешь отдавать свое молоко как-то корову, да? Не будешь этот... Кому нахер нужен потом кефир? Кефир любят не все. Поэтому или ты там из первой чакры поднимаешь шестую эту энергию и делаешь сливки, или ты просто, короче... Поняла? А то не надо, а то она шесть лет, блядь, думает, я никому свою энергию не отдам, шесть лет нет секса, да? Какого хера вообще? С секс-президом это даже, думаю, не стоит. Ну, это вообще этот... Это где-то фразу слышал. С презервативом это неизмена. Черт возьми, я обожаю ее секс и размер имеет значение. Размер имеет, конечно. Но я говорю, есть обоюдный размер, да? То есть есть размер вагины, есть размер члена, и они должны как бы чуть подсовпадать. Но если член мы увеличить не можем, то вагина умеет сокращаться. Поэтому... Либо ты ее качаешь там на упругость вагинальных мышц, и тебе тогда, в принципе, среднего члена достаточно. Либо если ты качать не хочешь вагину, то тебе нужно будет размер все больше и больше, и это не совсем хорошо. А я так понимаю, что мужчины с большим размером, которые больше, ну, выше среднего, там, значительно, да, они страдают больше, чем у кого маленький. Потому что, блядь, ну, не все захотят его в себя засунуть-то. Ну, смогут. Я читал, что через секс, даже если первый встречный входит в твою родовую программу со всеми своими плюсами, которые идут влиять на всех потомков. Короче, так глубоко не ныряйте. Просто, ну, как бы, я достаточно примитивный человек. И если мы говорим о сексе, это все примитивно, да, то есть, это все на уровне животного спускается, и нету здесь, и нету здесь, как бы, такой сильной морали, да, то есть, вот, поэтому, там, а то глубоко там, на том отразится здесь. Мы бы все передохали бы нахер, если бы это правда было, если честно. Со всеми кармическими. Вы у своего папы спросите, сколько у него женщин было, спросите у мамы, спросите у деда, сколько, кто кого там трахал, охереете, сколько вы программ нацепляли. Мы же как-то живем. Ё-моё, если пипец, химия, пофиг на размер, это правда, да. Ну, вот, поэтому, вот так. Что-то фигня какая-то. Через передик что? Дядь, ну, как бы, вот сильно не заморачивайтесь, вот там, родовые программы, что-то куда-то там-то-то-то-то, не нужно. Игорь, онлайн поможет выйти. Онлайн-сессия поможет в том случае, если вы доверяете, меньше думаете, будете делать, будете делать то, что я вам говорю. Поможет онлайн. Но если вы мозготрав, то, короче, лучше не рискуйте. Лучше смотрите мои YouTube видеоролики, дышите вместе с участницами, тебя потихоньку начнет выносить, и ты поймешь, когда я тебе нужен, и тогда приди. У нас вообще горячие в последнее время эфиры такие. Я понял, что они заходят. В 58 стоит заняться мышцами вагины, живу одна, отношений нет. Еще как стоит. Это нужно заняться для того, чтобы хотя бы не было недержания. Это когда чихнула и описалась, это когда посмеялась и описалась. Это вот слабые вагинальные мышцы. Если накачаешь, у тебя вот этого не будет, и все. Я слышал это. Это есть влияние народа. Есть такая лженаука. Она лжи, потому что она не принята научным сообществом. Это называется телегония. Так, как бы вам... Давайте чуть-чуть я похожу. Эта наука называется телегония. И это она о том, что якобы каждый самец оставляет свой энергетический след и свой геном в женщине. И это на самом деле очень правда. Я вам сейчас скажу. У меня есть доводы, что это правда. Но заморачиваться... Мы, короче, все уже перемешаны и чистых нет. Это очень важно для селекционеров. Поэтому... Так, сейчас я найду ручку, которая пишет. И мы... Так... Немного будет такого вводного экскурса для того, чтобы... Вот. Надо как-нибудь телефон еще не уронить, чтобы у меня... А то у меня тут такие вещи происходят, что... Я и говорю, это лженаука. Телегония. Называется Телегония. Это для тех, кто не знает. Вы можете зайти в YouTube, в интернет и научать просто отслеживать то, что происходит. То есть, какие опыты производили для того, чтобы доказать вот этот эффект. Вообще, на самом деле, очень много наук, которые не подтверждены только из-за того, что это фашистская теория. То есть, оно как-то с моралью, с общественностью, оно не сходится. И вот эта Телегония, она... Чего, Господи? Короче, я вас слушать не буду. Если вы этот, вы хотите что-то сказать, вы попозже пишите, поэтому... Поэтому Телегония... Я просто, если был запрос, я вам объясняю, да? Если не хотите, мы можем тему поменять. Теперь смотрите. Телегония. О чем она говорит? Если брать просто это чистое шарлатанство, если вот базовую науку брать и что-то пытаться там доказать Телегонию, ты не докажешь. Для того, чтобы доказать Телегонию, это были проведены опыты еще там в 60-е годы, в Советском Союзе даже было. Это когда брали зерно, да, зерно пшеницы и зерно кукурузы. Да, кукурузу брали, попкорную. Ну, как бы, тот из меня еще художник. Ну, в общем, кукуруза. Вот это кукуруза. Вот это. Вот это пшеница. Ложили на одну линию и через, как бы, проводили волну какую-то там, какую-то чистоту проводили. Ее пробивали просто вот светом. И получалось то, что геном пшеницы попадал в геном кукурузы. Вот. И что получается теперь? Они смешались, и получилась такая штука, что посадили потом вот эту кукурузу, выросла кукуруза, да, выросла кукуруза, и из початков вышло зерно. Если честно, да, и получилось вот так, что початок открылся, и вместо початка там, в общем, зерно. Это я не буду ничего доказывать. Вы можете сколько угодно говорить, договорились, не договорились. Но я вам скажу такие факты, от которых вы просто охренеете, если захотите, чтобы это до вас дошло. Вот то, что с одной стороны, видите, с одной стороны, это типа фигня, что это все там родовые какие-то программы, то, что это фигня для того, чтобы уже быть счастливой. Потом нужно понимать цель. Да, то есть, для чего ты занимаешься сексом, или для чего ты живешь, как ты хочешь быть, или там, и все дела вот эти. Если ты хочешь вывести породу арийцев из своих детей, и вот, допустим, ты там казашка, да, и ты хочешь быть чистой казашкой, и чтобы дети твои чистыми казахи им были, ты должна выйти тогда замуж девственницей за чистого казаха. И тогда у вас дети будут казахи. Но если ты переспала там, вот, короче, каждый твой партнер половой, который в тебя там запускал свое семя, он оставляет свой энергетический след. Это не то, что он там свои хромосомы оставил. Это энергетический след. И на уровне этих энергий дети могут, твой ребенок от там другого мужчины может обладать свойствами первого, да. И вот это право первой брачной ночи, это было вот оттуда. И вот эти связи энергетические, их можно обрывать сегодня, и это достаточно легко. Есть целые ритуалы, сейчас там все ведьмы, они, короче, этим занимаются. Если вы начнете это изучать, то вы найдете. Вот. Но, чтобы показать, что в телегоне есть зерно, что это возможно, правда, да. Это научно ничего не доказано, это опровергается тысячу раз, и все против. Но, я в детстве занимался, короче, не занимался, у меня были голуби. Кто занимался голубями вот этими, там свистишь, они вот эти кольца делают, кто знает, они прямо есть по 25-30 колец, они вот так, кто-то вниз. Они потлатые, лохматые, там, короче, и в советское время каждый голубь стоил 25 рублей, да, то есть зарплата была 100 рублей, 25 рублей, это были бешеные деньги, у меня было 6, по-моему, таких голубей. То есть на 150 рублей у меня эти голуби были. И самое интересное, что если голубку, вот эту вот потлатую, там всякую, там какую, ее топчет непородистый самец, то есть, ну вот с улицы просто там ее затоптал, то этой голубке просто отрывают голову. Почему? Потому что у нее никогда не будет честокровных породистых потомств, никогда после этого. То есть у нее, даже если следующий голубь будет породистый, у нее дети будут с признаками этого непородистого голубя. И он не пройдет стандарты, ну как бы вот эти стандарты красоты. Кто занимался собаками, вот кинологи, да, у них тоже такое есть. Если суку, короче, засадил ей там, не пород, какая-то дворняжка засадила, все, и весь ее помет, который будет последующий, даже если она будет породистый, у нее потом кобель следующий, и следующий помет, его весь просто распродают там по пять тысяч на базаре. Но если эти породистые щенки, им дают паспорта, что это породистый, там породистая овчарка, и что она там этот, и у нее все признаки чистокрованного кобеля, да, ну или там суки. Вот с этой точки зрения, то есть, да, это нужно, но сегодня мир весь перемешался, да, и то, что и в России, и то, что непонятно, кто какой национальность, если ДНК развернете, вы офигеете просто, да, в Казахстане, тем более, тут все, здесь непонятно, кто вообще кто. и поэтому, если нету идеи такой национальной, что ты должна рожать чистых казахов, чистых русских, чистых там еще кого-то, то в принципе, вот, тебе как женщине, ну, оно такое себе. но мужчине, мужчине, да, очень важно, как бы мы хотим своих детей воспитывать, и, конечно, поэтому мужчины гонятся, как бы за девственницей. Никого чистых не осталось, все, кончились все чистые. Вот, и поэтому, если ты хочешь воспитывать своих детей, ты должен брать женщину, как бы целомудренную девочку, да, ну, по идее так, но сегодня важно быть девственницей, сегодня много девственниц, оказывается. Вы очень сильно удивитесь, что очень много девочек, которые, ну, прям, этот, ко мне же приходят, я знаю, с очень высокими моральными требованиями, и таких девочек много. Но, в чем прикол? Вот эти связи, давайте я вам, что-то сегодня интересная тема, давайте, вот эти связи, половые, да, вот, вот, вот у нас мальчик, вот у нас девочка, а между, когда происходит сексуальная связь между мужчиной и женщиной, от мужчины из пупка идет такой энергетический канатик, как бы такой, желтенький, да, и отсюда, от женщины идет энергетический канатик к мужчине, два их идет, и поэтому женщина, она муза, она вдохновительница, и она вдохновляет мужчину на свои какие-то победы, да, на деньги там, на этот, на все. И, и чем больше у тебя таких связей, партнеров было, вот здесь мужчина, здесь мужчина, там, допустим, пять, шесть, семь, у кого-то десять мужчин бывает, да, ты вот эту энергию свою растрачиваешь на каждого, и вот это есть плохо, я очень многим говорю, что, там, занимайтесь сексом, какого хрена, но это, бля, вот одна растратила себя всю, другая, бля, закрылась, и вообще, бля, никому не дает, и прокисла внутри, и заболела, бля, там, у нее кисты, миомы, циститы, она постоянно не вылазит от гинеколога, да, уже гинеколог, бля, здоровается на улице, ебать, нельзя так, поэтому, сильно много партнеров, это прям нехорошо, да, ты свою энергию растрачиваешь туда, и ничего ты обратно не получаешь, или получаешь, то чуть-чуть, у мужчин, она обратная штука, чем больше женщин, тем больше он получает, но, но он получает энергии, как бы, там тоже не есть хорошо, когда очень много энергии, в тебе женских путаются, да, вот, желательно, конечно, чтобы одна женщина была, которая будет тебя вдохновлять, вот, поэтому вот так, и поэтому, когда, вот почему мужик начинает гулять, когда тебе дома, вот этой энергии не хватает, она тебе не дает, она не дает, потому что у нее тут дети появились, да, потому что у нее там сын, дочь, там еще кто-то, и она всю энергию направляет вот сюда, в детей, 90% своей энергии она направляет сюда, и снимает эту энергию с мужа, и мужу достается там 10%, и в принципе, и в принципе, пока ребенок маленький, это всех устраивает, мужчина идет, зарабатывает, и прет на своей, через еб твою мать, зарабатывать какие-то деньги, жена, она привыкает так жить, появляется здесь какая-то другая женщина, там, любовница, этот, ой, мальчик нарисовал зачем-то, вот, и она соединяется с ним так же сюда, и все. Я говорил, больше интимно нужно тем, кто по 5 лет не ебался, понимаете, вот, и вот это есть в телегоне, вот эти связи очень важно обрывать, то есть каждое отношение ты должна завершать так, чтобы ты стала опять энергетической девственницей, и тогда будет хорошо, я не говорил, что надо много партнеров, я говорил, что нужно трахаться по 2 раза в день, понимаешь, то есть, ты можешь найти одного нормального чувака, даже с которым у тебя нету никаких отношений, но вы просто по-дружески ебетесь, да, и тогда тебе не надо вот эти все остальные, ты с ним чпокаешься до тех пор, пока не находишь свою любовь, все, ну, это выгодно, и мужчине тоже выгодно такую женщину найти, которой ничего не надо, просто секс, вообще охуенно, мечта любого мужчины, да, женщина, которая хочет просто секса, вот, это же идеальная женщина, да, идеальная женщина та, которая хочет просто секса, никаких обязательств, и вот этот вот секс по дружбе, он, наверное, хороший, я не знаю, и вот, и вы просто чпокаетесь до тех пор, пока не встретишь свою любовь, проституткам очень тяжело, да, и я думаю, что им бы стоило заняться энергетическими практиками для того, чтобы как-то восполнять свою энергию, потому что они будут падать постоянно вниз. мне кажется, что человеческие отношения и жизни лучше не вмешивать, это дискультивная и научная база, уж лучше в духовном развитии и межличностные отношения углубляться. Я честно, я не знаю там, насколько там правда-неправда, но во всяком случае, вот эти схемы, они помогают понимать, что происходит. Энергетические связи, то, что это там научно не доказано, все, что я сейчас, вот все, что вы видите в Ютубе, то, что я делаю, это научно не доказано, очень, ну, в смысле, это доказано в маленьких кругах, то есть узкие круги понимают, и то, что я делаю, вот эти энергии, там этот, Всемирная Организация Здравоохранения, это подтвердило, то есть они признали, что есть энергии, что энергетическими частотами можно лечить, это все есть. То, что телегония лженаука, честно, я смотрю, что на собаке, на кошек, на породистых, вы пообщаетесь в этих кругах, вы серьезно поймете, вам кажется, что это бред, но я вам говорю, я сам лично голубкам голову оторвал, которые трахались, не с теми голубями, с которыми надо, потому что не будет потом потомства. А если муж начинает гулять, то что женщина виновата в этом? Если твой муж гуляет, это по-любому виновата ты. Если, как бы, твоя жена гуляет, это по-любому виноват ты. То есть, всегда, что бы мы ни делали, виноваты мы. Все, что с нами происходит, виноват ты. Ты это создал каким-то образом. И здесь это вот, со стороны женщины, ну, поэтому. Чем могу помочь родителям, детям? Им ничего не интересно, кроме Ютуба и ТикТока. Ничего не помогай, пусть живут, что? У меня дети тоже, но детей надо занимать, кружками, там, учебой, ты и все. Вообще, в разводе всегда виноваты двое. Муж и свекровь. Поэтому, если ты задаешь вопрос, будь готов, уже пять лет в отношении с женатым, много раз страдала, старалась оборвать связь, честно, не получается. Подскажите технике заранее, спасибо. Если муж живет у матери, это не муж, это у тебя просто парень приходящий. С женатым лучше не связываться. С женатыми? Женатый – идеальный человек для того, чтобы с ним встречаться, тогда, когда ты боишься отношений. Тогда, когда ты боишься выходить замуж, тебе попадаются женатые. Ты интуитивно замуж не хочешь, поэтому встречаешься с женатым. Тебе надо просто захотеть семью, и тогда ты с ним легко разорвешь отношения. Это все. Но ты, когда завяжешь отношения с женатым, ты должна сразу понимать, что ничего не будет. То есть, у отношений нет перспектив, и ты должна понимать, сколько ты хочешь с ним встречаться. То есть, это нужно понимать, что там год, два, не больше. и не надо от него рожать, не дай бог. Мужиков мало, нормально в КЗ. Их в мире мало. Развивая тему, если у женщины было много мужчин, каждый оставил свою энергию, то потомство может быть не будет у нее в будущем. Возможно, но я тебе говорю, нужно чиститься энергетически хотя бы. Если муж ушел к матери, у вас нет семьи, нет мужа, но у матери есть сын. Нужно мозги иметь, и тогда будет все правильно, потому что, о, он сказал, надо ебаться, все побежали ебаться. Это же не значит, что каждый день новый партнер. Я бы волосы вырвала бы тем, кто с мужем встречался бы. Ну, это такое тоже. Ну и что? Может, ты его сама лучше трахать будешь, чем потом ходить и следить, что кто там его не трахнул. Но это же тоже гоняво. 2012 года в разводе на данный момент, то есть отношений это нет. И все зависит от меня, но я не могу понять, что мое внутреннее, и не надо что делать. Я не знаю. Вот. То есть во всем нужны мозги. Очень важно думать просто, к чему это приводит, для чего это приводит. Все каждый раз спрашивают про карму, и все равно делают, сука, по-своему. Карма – это то, что ты сделал что-то не так вчера, и тебе сегодня падает кирпич на голову. Но прежде чем что-то сделать сегодня, подумай. Я вторая жена, но он взял третью, и он говорит, что меня любит как можно так. И он и первый говорит, что ее любит. И он вам трои будет говорить, что он вас любит. А вы будете шканить друг на друга. То есть, ну это такая круговая порука, из которой я не знаю, как выходить, если честно. У нас таких историй пока мало, и я сильно не вникал. Я в арабскую семью залез, и думаю, нахуй надо. Приходили-ка это в Дубай, и я не... Ну, обеспечит. Есть мужчины обеспеченные, могут 10 семей содержать. Что теперь, что это значит? Удобно, чувак. Молча завидуйте, что вы. У каждого свой свингер-клуб. Это очень незавидная штука, да, то есть, когда ты там вторая жена, третья жена, четвертая жена. Женщина никогда не просит ни первую, ни вторую, и вы будете ему выносить мозг все трое. Ты думаешь, ты одна ему говоришь, что ты что, меня точно любишь, или нахера тебе третья? Его и первая спросила, и ты спросила, и третья, прежде чем выйти замуж, она спросила, а ты меня точно любишь больше, чем тех, всех остальных? Я тут жить, уже 14 лет с ней живу, но я не знаю, честно. Я не разбирал, но вы не просите друг друга никогда. И там, я не знаю, есть счастье в этом или нету, не знаю. вообще-то тема секса, очень такая, огонь. Ты соглашаешься сама всегда, но у тебя потом мозг твой трахает вдогонку. многоженство. Многоженство? Ага. Многоженство у нас сейчас появляется в Казахстане, да? Випки из этой, ари. если ты женатый, иди почпокайся, а потом придешь. Мы поднимать тебя подождем. Цветы пришли. Анара, поздравляю. Давай мне фотоотчет скидывай. Запомнить нормальных мужиков и женщин много. Просто подобное притя и подобное дело значит тебе. Там писали выше про нормальных мужиков, да. Сексуальную энергию мужчинам поднять, это есть такой даосские практики любви, мантекчия. Мантекчия, да? И там весь смысл в том, чтобы не кончать просто, чтобы сперма из тебя не выходила. То есть оргазм есть, а сперма не выходит. И там есть специальные упражнения, которыми ты должен заниматься, и тогда у тебя будет мужская сила, она не будет выходить, и либидо будет повышаться. И там смысл в том, что кончать можно тогда, когда ты хочешь завести детей. Если ты детей не хочешь, то в принципе можешь не кончать. Но через две недели будет такое, что знаешь, ты как в 14 лет охота трахнуть всех. И с этим очень тяжело жить. И, видимо, я книжку не дочитал, там надо было сексуальную энергию как-то поднимать вверх. В общем, я ничего не делал две недели, и оно просто вынесло. Тоже хочу цветочки. Мантекчия, да? Он и для женщин, и для мужчин писал. И для женщин там есть мультиоргазмическая орбита и, короче, огонь. Мужчины, если тоже научатся оргазмировать по Мантекчии, вообще тоже огонь. А если вы вдвоем это можете делать, это медитейшн конкретный. Поэтому так. Про цветы я сейчас еще скажу. Раньше у вас интересные истории были, тренировки, а сейчас разврат, что с вами. Я изучаю тему отношений. Вот. Поэтому Михаил, ты можешь сколько угодно мне это что-то, да как там чувак прям конкретно на это потратил на это потратил жизнь. И просто прочти, посмотри, потому что там все, что ты сейчас, какие аргументы будешь вытаскивать, оно там уже все опровергли. То есть, там все уже объяснили, поэтому мужик, ты умный, почитай. А если вибратор, а что, разрешение надо, конечно, покупай. Вы Игоря плохо знаете, он разносторонний. Как можно узнать мужа, с кем с нами хорошо в постели? Как это только метод, это знать, сын ошибок трудных. Вот это знание ваше. Налет часов, то есть над этим надо работать. Даотские практики любви, манты, чья, это сексуальное здоровье. Про цветы. Что делаете с цветами? Те, кто замужем, ты просишь, подходишь к мужу, говоришь, я хочу цветы. Те, кто не замужем, и у кого нет отношений, берешь своих 20 контактов из телефона мужчин, и каждому пишешь привет, я хочу цветы, или подари мне цветы. Вот, привет, подари мне цветы, 20 контактов, не выбирайте, просто прям подряд 20 мужчин отправляете сообщение, и сидите, ждете, и вас ждет интересный вечер, все. Кому скучно, просто разошли, и все. Желательно холостым, если есть, если, ну, как бы, скидывайте. После свидания мужчина не звонит, это первое свидание было, секс был или нет. Если в этом, вот смотрите, сессор смесить между мужем и женой и обоим нормально, но вы оба, значит, вместе заплываете мозгами, жиром, я не знаю, чем там, потому что, ну, желательно чаще. Мне 30, я холост. Надо срочно жениться, брата. Короче, вы не думайте, вы просто отправьте. спрашивали, сделайте. Как только, а как это сделать? Сделай вот так. Ай, у меня там тараканы полезли. Отправь. Секс был, второе свидание. Я думаю, что-то пошло не так там и может быть ему не понравилось и ты от него как бы не отстань. Ты можешь позвонить сама и спросить, в чем дело. И вообще есть такой циничный поступок, знаешь, когда что-то не получилось, чтобы не сидеть, не думать, блядь, почему, да? Может, я не так дала, не то сделала, да? Просто напиши ему на WhatsApp, слушай, никаких претензий у меня к тебе нет, обид у меня к тебе нет, просто скажи, что у нас пошло не так, где я совершила ошибку. И пусть он тебе напишет, если адекватный мужик, он тебе напишет, если он, ну, как бы не очень, то ну и хер с ним, значит он дурак. Просто напиши, дай мне обратную связь, что во время свидания и в поселе я сделала не то, чем мне не понравилось. Можешь говорить правду, я не обижусь. если ты не замужем, просто напиши и сиди радуйся, когда будет доставка приходить. Охуенно же. Это первое. Второе, ты на свое мужское окружение наверное проверишь на жадный, нежадный, ты посмотришь, что тебя хочет, то не хочет. это очень прикольная же тема. Ты можешь на работе жить, ну, вот ты на работе с коллегами встречаешься, да, или вот у тебя есть там в телефоне там соседский телефон еще кому-то. Ты скинула и ты посмотришь, какая на тебя начнется охота. После четвертого ребенка переставал иглу. Интересовать секс. Знаешь, я думаю, если бы я один раз родил, меня бы тоже перестал интересовать секс, но я думаю, это у тебя где-то страх закрался, это нужно посмотреть, поработать, может быть, что-то там как-то физиологически где-то не так, там, может, порвалось за шею, не так, не знаю, это надо смотреть, ну, в смысле, это надо гинекологу, во-первых, с врачами, а психосоматически можете прийти, с вас стресс не ему, возможно, восстановится. Как восстановиться после работы с людьми? Я в душе, я в бане, я в прогулками и все. Главное, преследить, что прям Жаннам говорит, все для тебя, а после даже не звонит. В смысле, вы, вам просто его внимания не хватает или что? Блин, я тут четвертый год, и я Игоря не преследую, честно, но восстанавливается он в бане. Спасибо, Дана. Я не знаю, видите, если у вас просто есть секс, и он тебя расценивает так, чтобы, ну, просто для секса, и ты хотела бы отношений после постели, да, вы переспали, и ты хотела бы, чтобы там, вы куда-то гулять ходили или что-то. Запусти интригу, значит. Если ему на тебя пофиг, значит, он четко понял, что ты его уже твоя, и ему, если не хватает внимания, короче, его на ходу на самца посмотрите. Удалила номер она, молодец, я поберусь сразу, создание семьи, как подумать, тогда приходи, я тебя качну, там, поорешь, поплачешь. Кто умер? Охота на самца – это книга. Марафон уже все, мне кажется, знают, да, заходишь, просто проходишь, и все. Там цена вопроса 2000 тенге в этот пробный марафон, заплатите, зайдите, потом порасскажете. Ой, обожаю ваши разговоры, прям запускают какие-то нейронные развивающиеся связи. Спасибо, спасибо. Барапанна, я не знаю, сделай так, как будто, чтобы он думал, что у тебя двое мужчин тогда. Ну, ты его чуть порастягивай, что он там не один. Он будет тебе предлагать цепь, скажи, извини, я в другое место иду. Игорь, прохожу ваш марафон, ваш медицинский просто. Спасибо большое, Игорь. Випкизет, прошла у тебя там? Как вернуть его? Как вернуть, ты телефон удалила, я откуда знаю, появится, потом смотри. у меня подъезжает крыша, наверное, мне нужна помощь, приходи. Письма по второму кругу уже пошло супер. Детка, мы с тобой. Я попью. Так, надо как-то, как называется, марафон. 40 days money quest. Вот, 40-дневный денежный марафон. Это для тех, у кого тараканы денежные, это не для миллионеров, это для тех, кто не может вырваться, прорваться, да? То есть, если ты не можешь прорваться в деньгах, это очень будет тебе интересно. Ты там проработаешь столько, что мало не покажешься. Там некоторые спрашивают, а сколько он сам зарабатывает, денежный марафон ведет. Это не про то, чтобы все стали миллионерами, да? Вот, есть денежные марафоны проводят, делай как я, там, будешь как я, я там миллионер, там, ни хера я не миллионер. Я просто тот человек, который немножко вырвался, да? То есть, из состояния вот этого наемного работника и то, что я недостоин денег. И у меня немножко это сместилось, и это для тех, кому надо сделать первый шаг. Это для тех, кто застрял в определенном потолке. Это явно не миллионер. Это, ну, это, это нормальный состоятельный человек будет. Ссылка на марафон. Кстати, ссылку на марафон надо прикрутить, да, куда-нибудь. Короче, записывай телефон. 8, ну-ка, я сейчас запишу. Нет. 8, 707, 4, двойки, 969. Звоните, девочку зовут Айнура, она вам все объяснит. я сейчас в Астане, да. Я сейчас в Астане, да. ее читаю, я просто охреневаю, зачем он это рассказал. В подушечку кричи, не все обосрутся. А что у вас организаторы дня Айнура? Вот у меня, у меня карма Айнуркина. но я потом посмотрю, я уже забыл, как это делается, переменчу, да. Я сегодня встретилась с ним, столько позитива у меня, я мужикам улыбаюсь. Это с кем ты встретилась? Это квартира. Даотские практики любви. Я сейчас его потихоньку начинаю читать, вот это вот, прослеживать эти вещи. 969, девятка в конце. Камила, с тобой встретилась же. Ага. Тебе цветов сколько подарили, Анара? Аллергию лечит это. Вы не больны, у вас жажда, доктор Батман Хейлидж. Книжечка. Это практики для женщин и для мужчин. Не бывает практик только для мужчин или только для женщин. Всегда нужно двое для секса. Как минимум. Два участника должно быть. Пока один букет. Один букет уже тоже хорошо. Классно. Молодец. Когда думаешь, вы, наверное, номеролог просто и поэтому удачно и неудачно. Я вообще не парюсь, пофиг мне. Кстати, я тоже делала самотехнику в Дне Рождения на самотехнику. На самотехнику. Болело горло, на утро всю кожу обсыпала плечами. Что делаешь? Все пошло так, все правильно, пусть. 23 мужчинам написала свободу. Молодец. Про цветы классно. Смотри, какая-нибудь что-то такая дерзкая. Пошло не так, горло не высказали. Короче, давить надо, да. Любую жопу можно продавить. Вы не больны, у вас жажда. Сначала прочтите, потом примените. Да, ты дерзкая. Я же говорил. Как ты встретил своего учителя, после которого ты начал менять свою жизнь? Я пошел к ней на тренинг. Я вообще сначала в университете начал выносить мозг член-кору. Она сказала, что вот тебе телефон. Я пошел, позвонил там с ним какой-то чувак и, короче, заново она сказала, что есть какой-то, он сказал, что вот какой-то тренинг, если я пошел на этот, познакомился с учителем и она мне вынесла все. И так мы познакомились. Я с ней встретился, она меня очень сильно впечатлила, потому что я с таким не сталкивался вообще. Кто понимает, знаете, у кого тоже были вот эти изменения внутренние, сильные. Посмотрите, пожалуйста, «Мирный воин». Фильм называется «Мирный воин» это то, что со мной происходило тогда. И у каждого человека, кто начинает прорываться, вот это состояние мирного воина, потерянности, все летит чертям свинячим, все рушится, и каждый человек проходит через смерть своей иллюзии. И вот именно в мирном войне прямо описано состояние, через которое ты проходишь с абсолютной депрессией. Это человек, который является для тебя проводником, он становится для тебя как бы непонятным божеством каким-то. И ты смотришь на него с ошалелыми глазами, каждый раз он тебе говорит простые истины, и ты его вдруг начал понимать. Дэн Милман, да, мирный воин. Михаил какой-то умный, капец, молодец, люблю таких. Пробуждение. С умными людьми можно говорить короткими фразами. Мирный воин, да, согласен. можно диалог сокращать до трех слов. Тук-тук. Как с 11-летним ребенком уверен, если его нужно больше в общении со сверстниками. написал, написал, прислал смайлы, цветы, типа, жду остальных. Смайлы пусть еще в кино позовет, блядь, смайликами. Ты ему смайлик отправь, потрахались, да, типа. Смайлики, блядь, отправляй. Что-то настроение Ленинград под парамфильм пошла танцевать. Ленина зачем это? Кстати, да, хороший метод проверять умных и исчислять таких. Поэтому вот так. Миллион сообщений от мужчин они в шоке. Они сейчас не знают, как себя вести. То ли цветы дарить, то ли что, то ли ты им дать хочешь, то ли что. тут вы есть чем поработать. Спасибо. Друзья, две минуты до конца эфира осталось. Короче, кто отправил сообщение мужчинам, там, 20 мужчинам хочу цветы, когда получите, пожалуйста, хэштег меня ставьте, там, Игорь Ким, я не знаю, там, хэштег хочу цветы, там, и, ну, в общем, чтобы и меня отмечайте, чтобы я видел, что у вас там происходит. Ладно, мне будет приятно, что вы порадовались, что ваш мужчина, вас или не ваш мужчина, но что мужчина вас какой-то там порадовал по рекомендации. Я, в общем, мне нравится, я буду чувствовать свою причастность к тому, что вы там улыбнулись. Вот. Все, друзья, давайте, пока-пока, 58 секунд, все, давайте, пока, до связи.